Воскресенье 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 простой человеческой логики. У нас, конечно, нет опыта лицезрения Бога, но через мир, через космос, через природу, через самого человека опознается величие Творца, и очень многие люди верят в то, что Бог есть. И на этом все заканчивается. А вот доверие к Его заповедям, к тому, как Бог являет себя в истории, как Бог являет себя в личной жизни, очень часто не существует. Все мы знаем, что нередко, особенно проходя через тяжелые обстоятельства жизни, мы говорим, ну где же Бог? Мы говорим так, когда видим торжество несправедливости, когда видим торжество беззакония, то задаем себе этот вопрос. Мы как бы не видим Божьего присутствия в жизни. Нам кажется, что мир – это стихия, что какие-то темные силы управляют человеческой историей. И на нашей иногда личной жизни так возникают сомнения в том, что Бог способен нам помочь. И возникает недоверие к Богу. Не столько рациональное, умственное, сколько на бытовом уровне. Заботы каждодневные поглощают все наше внимание. И мысленно, умственно, не исключая Божьего присутствия, мы живем так, как будто Бога нет, повторяя тем самым грех прародителей, то же самое недоверие к Богу. А почему мы думаем, что нас минует то же самое наказание – изгнание из рая? А что такое изгнание из рая? Это отказ Бога слышать нас в ответ на наше неверие, в ответ на наше предательство, подобно тому, как Господь отказался общаться с первыми людьми в ответ на их предательство. И вот тогда человек оказывается во власти темных сил и стихий мира сего. И мы знаем, как иногда страшно складываются человеческие судьбы. В отличие от тех, изгнанных из рая прародителей, которые не имели возможности вернуться в рай, образом этой невозможности был херувим с пламенеющим мечом, который заграждал путь в рай. В отличие от них, мы имеем возможность возвращаться в рай. мы имеем возможность восстанавливать свои отношения к Богу не потому, что мы хороши, а потому, что ради этой возможности Бог посылает своего Сына, который искупляет грехи всего человечества. И те, которые были, и которые будут, значит, и наши грехи Господь искупает. Он не снимает с нас вины за наши грехи, но Он открывает возможность вновь и вновь возвращаться в рай, вновь и вновь вступать в общение с Ним. И это происходит через наше покаяние, через нашу борьбу с нашими грехами, через нашу веру, через поддержку со стороны тех, кого мы называем святыми, и к именам которых обращаемся в молитве. И совершенно особым временем вот этого возвращения в рай, возвращения к общению с Богом является Великий Пост. Он дает нам возможность переосмыслить свою жизнь, подвергнуть свои мысли и дела тщательному анализу, посмотреть, где мы в этой системе координат Бог и человек. На каком уровне мы находимся, что означает Бог для нас, мы в Него верим, мы Ему доверяем, мы готовы слышать Его Слово, или мы по инерции время от времени приходим в храм по установившемуся только обычаю. Если в результате Великого Поста мы почувствуем это горячее желание быть с Богом, разделять с Ним свои мысли, каяться пред Ним в своих прегрешениях, причащаться тело и крови Его Сына, то это означает, что Пост помог нам приблизиться к вратам рая. Вот такой замечательный день сегодня, прощенное воскресенье. И, прикоснувшись к этой истории прародителей, подумаем о самих себе, о своей жизни, о своем будущем, о жизни своих детей и внуков, о том, насколько мы способны использовать ту великую возможность, которую Бог-творец во Христе Иисусе открыл для нас и для всего рода человеческого постоянно возвращаться в рай и входить с Ним в спасительное общение, с Ним, с Богом, Творцом и Промыслителем нашей жизни. Аминь. Я хотел бы сердечно поблагодарить отца Августина за труды, которые были в течение этих уже долгих лет положены на воссоздание сего святого храма. Это один из известных приходов, храмов города Москвы. Он был построен здесь, на Семеновском кладбище, одном из самых почитаемых кладбищ города Москвы. Но в послереволюционные годы варварски, безумно кладбище было уничтожено. На территории этого кладбища построен завод, еще какие-то учреждения, а в 60-е годы в разгар хрущевских гонений бульдозером были снесены все остальные могилы. Иногда мы задаем вопрос, а за что нам все то, что мы иногда в жизни своей испытываем плохого, нехорошего, не просто в личной жизни, а даже как страна. А возникает вопрос, а кто наказан за это преступление, уничтожение гробниц наших предков? И если те безумные люди, одержимые идеологией и безбожием ничего не понимали, то мы-то с вами понимаем. И для нас это должно быть очень страшным уроком того, как нельзя приступать к черту божественного закона. Мы не можем восстановить этих могил, но мы можем молиться о тех людях, которые здесь похоронены, похоронены, и имена которых знает только один Господь. Вот и сегодня мы совершили здесь такое поминовение, поминовение во время божественной литургии. я просил бы, чтобы такое поминовение совершалось каждый день, потому что нужно замаливать грехи наших предков и молиться об усопших, которые лежат на этом Семеновском кладбище. Я еще раз хотел бы выразить благодарность за то, что несмотря на эти трудные внешние обстоятельства, под вашим водительством отец Августин восстановлен полностью этот храм более чем в своем первоначальном великолепии. Время